всем привет с вами кекс и сегодня я покажу просто суперский крем для тортика это крем мусс очень нежный воздушный приятный и просто классно подойдет под любой тортик особенно бисквитные торты это просто будет суперский мусс для начала нам нужен творог здесь у меня творога 900 грамм даже там чуть чуть больше 9 928 ну в общем 900 грамм я вот показал мне было 200 грамм масла которое я оставила при комнатной температуре чтобы она стала мягких мягким и буду сейчас перебивать творог погружным блендером для того чтобы он стал однородным и добавлять туда немножко молока для того чтобы он стал более легким я буду добавлять по 50 грамм для того чтобы молоко сильно там не плавала вот я сюда на 900 грамм именно к творогу добавлю где-то 150 грамм молока вот нам еще молоко понадобится для желатина мы будем замачивать желатин тоже в молоке для того чтобы не в воде зачем на воде нести привкус вот будем замачивать тоже молоке но сейчас в общем перебиваем 900 грамм творога и 150 грамм молока но тоже смотрите по вашему творогу он может быть более жидкий или наоборот более зернистый у меня был такой ну средний не могу сказать что он был жидкий или зернистый творога нужно 20 грамм ой господи творога желатина нужно 20 грамм простите на это количество творога и его как я уже говорила нужно будет замочить 100 граммами молока я добавляю сейчас 50 перемешаю но потом посмотрю что они очень быстро впитываются эти 50 грамм и добавлю еще 50 вот так что 100 граммах здесь у нас будет стоять замачиваться желатин масло при комнатной температуре стоит и творог нам сейчас нужно добавить него сахар и ванильный сахар в общем поехали итак сахар нужно добавить ванильный сахар я добавляю один пакетик думаю мне для этого тортика будет достаточно не нужно сильно ванильного такого аромата и буду добавлять 9 столовых ложек с горкой сахара теперь просто перемешаю не перебивая ничего просто перемешать для того чтобы во влажном твороге растворился мой сахар просто вот так вот покрутила и тоже пока не составляю покуда у меня сахар не растворится теперь когда у меня уже растворился сахар всю свою вот эту вот массу творожную я перемещаю уже в чашу кухонной машины мне там будет удобнее всего его взбивать вот и машина конечно справится сто раз лучше чем любой венчик или любой маленький миксер тем более без нашего участия вот посмотрите набухший мой желатин который я сейчас отправлю в микроволновку где-то буду по 10 секунд его растапливать не доводя до кипения иначе он потеряет свои свойства ну а пока ставлю на высокую скорость взбиваться мой творог и теперь во взбивающуюся массу добавляю уже растворившийся желатин и продолжаю взбивать пока мне желатин начнет потихоньку схватываться взбиваю 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 это буквально минуты 3 я точно взбиваю масло вот у меня стало вот такой консистенции очень мягкая в комнате у меня наверное градусов 26 сейчас было поэтому масло довольно таки мягкая и вот так вот я добавляю где-то по столовой ложке масло за раз до его полного размешания благодаря маслу наша масса станет очень нежной воздушной легкой очень приятный будет у нас крем и обалденно будет он у нас тортики можно добавить чуть меньше желатина и тогда он будет не такой плотный но у меня это будет муссовый тортик который сверху нужно покрыть глазурью поэтому мне нужно чтобы масса хорошо у меня стояла поэтому желатина я добавляю 20 грамм но в принципе можно обойтись здесь и 10 граммами еще продолжаю взбивать буквально 3 минутки для того чтобы вот наша масса хорошо взбилась к сожалению здесь снимаю сверху не видно насколько красиво тянется этот крем и ну вот он падает пока месте еще с венчика сейчас покажу дальше как он загуснет сейчас это вот такая вот еще воздушная уже но еще не совсем плотная масса но работать не нужно начинать сейчас так как желатин начнет схватываться и потом уже не будет так удобно работать буквально постояв минут 5-7 на столе вот становится вот такая вот легкая воздушная кремовая масса вы видите там откуда я беру лопаткой со своей чаши миксера уже мой крем не двигается там с места он уже такой именно как взбитые сливки я бы сказала плотные взбитые сливки очень приятно с ним работать надеюсь вам понравился этот рецепт обязательно ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока